материал ира книга 3 сеанс 52 19 мая 1981 года я есть мра я приветствую вас любви и свете одного бесконечного творца сейчас я общаюсь вопрос на предыдущем сеансе вы сказали второй вид это сущности 4 5 6 плотностей других галактик и некоторые сущности вашей галактики научившиеся необходимым тренировкам личности позволяющим рассматривать вселенную как одно существо то есть они передвигаются из одного места в другое только силой мысли материализуя космический корабль только в случае необходимости мне бы хотелось спросить когда вы говорите 4 5 6 плотности других галактик и некоторые сущности вашей галактики имеете ли в виду что сущности из других галактик развившихся развивших способности личности для такого путешествия больше чем сущностей нашей галактики я пользуюсь термином галактика подразумевая миллиарды звезд лензообразной формы то есть вопрос в том что когда на предыдущем сеансе говорил о существе которые могут перейти в космосе пространстве он спрашивает правильно понимаю что есть наша галактика спирали об спирали образные лензообразные есть другие галактики и правильно ли я понимаю что в другой галактике таких сущностей которые могут перемещаться больше чем в нашей галактике рак говорит мы вновь воспользуюсь значением термина галактика которого не существует в вашем словаре мы имели в виду вашу звездную систему неверно полагать что другие звездные системы могут лучше манипулировать измерениями чем ваша система это просто сообщение о том что кроме вашей системы существует много других звездных систем то есть он говорит что ну я неправильно выразился что ли меня другие другого варианта как назвать галактика но солнечная система может хотя он год звезд звездную систему наша звездность какая звезда наша звезда это солнце ну наверное он имел ввиду солнечную систему хотя он год звездную систему может быть еще какая-то система но вроде как не галактика что имел ввиду дом ну суть ответа в том что нет более лучшей галактики или болот более худшей везде примерно одинаковые условия для развития вот это главное что ответить вопрос спасибо думаю сейчас я вероятно затронул очень важное положение представляется самая великая деятельность эволюции тренировка личности кажется имеются два вида сущности путешествующие во вселенной один вид появляется в результате тренировок личности второй из того что вы называете эффектом рывка я не буду касаться скоростей близких к скорости света потому что не считаю это важным по моему эта информация важна с точки зрения рассмотрения тренировки личности является ли использование эффекта рывка для путешествия тем что вы называете деятельностью интеллектуального или левополушарного вида понимание они права полушарного вопрос в чем он говорит дом спрашивает вы говорили что сущности новые люди на сущность могут перемещаться вследствие тренировки личности своих способностей или интеллектуальное создавая некие такие механизмы которые с помощью этом рывка ускорение могут перемещаться в ту же самую точку и он спрашивает вот этот второй вариант когда эффект рывка это связано с деятельностью левополушарного умею виду материального материальной части мозга или и не духовно так то есть те кто развил левополушарные материалистическое те развили технологии в которых можно сесть и куда-то улететь то есть не личность а вот технологии ра ваше восприятие концепции исчерпывающие вы вникаете во внешнее учение мы предпочитаем не пользоваться терминологии правого и левого полушария из-за ее неточности некоторые функции дублируются или лишние в обоих полушариях более того у некоторых сущностей функции левого и правого полушария меняются местами однако стоит рассмотреть суть вопроса технология который сейчас вас как общественную совокупность так восхищает не что иное как манипулирование разумной энергии под логоса дальнейшем она может развиться в технологию способную пользоваться гравитационными эффектами о которых мы и говорили напоминаем термин не точен но более близкого термина не существует дело в том что использование технологии для манипулирования чем-то вне я гораздо менее полезно для эволюции личности чем тренировки совокупности ум тела дух приводящие к целостному знанию я микрокосме и макрокосме для тренированной сущности все открыто и доступно тренировка открывающая вселенные открывает и проходы к эволюции разница лишь в выборе либо добираться до места где можно видеть красоту автостопом либо шаг за шагом идти независимо и свободно наслаждаясь независимостью прославлять прогулку и возможность осознавать красоту путешественник автостопом отвлекается на разговоры превратности дороги зависит от прихоти других и озабочен тем чтобы приехать вовремя он наблюдает ту же красоту но не подготовил корни ума к этому опыту так значит что он отвечает рам предпочитаем не отвечать в терминологии левое правое полушарие потому что функции этих полушарий дублируются и в некоторых сущности это меняется местами поэтому нельзя говорить левое это материальное правое это духовное и это все взаима как бы дополняем дальше технологии которые вам так нравится это не что иное как использование разумной энергии солнца вашего ну как энергии солнца дальнейшем это может развиться в технологию которая может использовать пользоваться гравитационными эффектами которым они говорил который он говорил скачок типа вот то есть то те кто развивает использование энергии солнца может дальнейшем перейти к использованию гравитационных каких-то правил которые позволят создать технологию скачка или как перемещение на корабле в корр внутри корабля вот термин не точно он говорит но вот то что есть и использовать технологии для для развития гораздо меньше полезно для эволюции личности чем тренировка совокупности он тело дух чем тренировка развитие личности приводящие к целому знанию я в микрокосме и макрокосме то есть можно создать корабль куда-то полететь не понимая куда летишь ну просто я лечу пса а друг там кто будет а когда развиваешь личность тогда понимаешь кто то есть сам и что вокруг тебя и тогда можно перемещаться туда куда тебе нужно ты осознаешь куда ты перемещаешься не просто летишь с открытыми глазами для тренированной сущности все открыто и доступно вот то есть когда сущность человек до понимает тогда у него вается или все там открывается и это он сравнивает это два типа революции как или ты автостопом добираешься до конечной точки или идешь пешком и и наслаждаешься природой видишь красоту и так далее когда автостопом ты заботишься о том подвезет не подвезет там надо разговор поддержать а меня и заплатить и так далее то есть ты не ири реже смотришь в окно и наслаждаешься красотой и не понимаешь вообще что ты проехал когда идешь сам как бы развитие личности пешком ты видишь там птички ну то есть красоту и так далее ты более осознанным чем ты если тебя кто-то там подводит включая там хэлэ металл еще что-то вот ну тунда в конце говорит путешествие к автостопу отвлекается на на все вот эти превратности дороги а тот кто идет тот наблюдает красоту и еще развивается вопрос я задаю этот вопрос чтобы понять ментальные тренировки и как они развиваются пользуются ли совокупности общественной памяти 4 5 и 6 плотностей позитивной ориентации или ориентации на служение другим для путешествия и рывком и тренировками личности или они пользуются только чем-то одним то есть вопрос те кто идет служение другим они чем пользуются перемещением личности или технологии ну кучу чем р отвечает позитивная ориентированная совокупность общественной памяти будет стремиться научиться тренировкам ума тела и духа однако если такие кто обладает технологии использования сил разумной энергии для осуществления путешествий учится более уместным тренировкам но отвечает что предпочтение развития личности но если технологии позволяют то они могут и на корабле реально куда-то там переместиться вопрос тогда полагаю среди более позитивно ориентированных совокупность общественной памяти большее количество пользуется для путешествия тренировками личности это так рада поскольку позитивная пятая плотность движется в шестую шестой плотности практически нет сущности пользующихся для общения или путешествий какой-либо внешней технологии дунар переводить надо то есть шестой плотности уже все перемещается вот сам сами куда куда захотят без каких-то технологий вопрос не могли бы вы предоставить аналогичную информацию о негативно ориентированных совокупности общественной памяти соотношение или пользуется ли они для путешествия эффектом рывка или тренировками личности ра негативная четвертая плотность пользуется эффектом гравитационного рывка света потому что 80 процентов ее членов не способны овладеть тренировками необходимыми для альтернативных способов путешествия в пятой негативной плотности приблизительно 50 процентов в некоторой степени обретают необходимую тренировку для путешествия с помощью мысли как только достигается 6 плотность негативная ориентация отбрасывается и предпринимается мало попыток совершать космическое путешествие а если она все же совершается то на 73 процентов выполняется с помощью света мысли ну вот значит он спросил а как вот в негативной поляризации там как перемещается это 4 плотности 80 процентов вот этих но сущности передвигаются они во-первых не не способны натренировать себя чтобы перемещаться вне космических кораблей соответственно они перемещаются в кораблях в пятой уже 50 процентов сущности могут уже натренироваться чтобы где-то куда-то перемещаться и только в 6 плотности где негативная ориентация отбрасывается ну отбрасывается по-моему на в конце шестой да и ну а в начале шестой она еще нет тут тоже нет подробности я так понимаю что из 5 в 6 переходит 6 она еще негативная в начале 6 а в конце 6 она же меняет знак соответственно в начале 6 отбрасывается они не уже никуда не стремятся они понимают что бесполезно что-то куда-то перемещаться и они пытаются сохранить свою полярность негативную но в итоге потом меняете знак и если они куда-то все-таки перемещаются то 70 процент 73 процент выполняет с помощью мыслей или как бы личности ну тоже без корабля вопрос ближе к концу 5 плотности существует ли разница в тренировках личности между позитивной и негативной ориентации разница между полярностями очевидно но завершение знания своего я необходимо для выполнения тренировки разницы нет но спрашивать если разница в тренировках 5 плотности в плюс или минусе и он говорит что в плюс и минус это понятно что это разные как бы значение полярности но завершение знаний своего я необходимо для выполнения тренировки разницы нет то есть и там и там тренировки примерно одинаковые одного типа вопрос прав ли я полагаю что тренировка личности знания и контроль на лением воли рассматривались бы любой сущностью 5 плотность как нечто очень важное значит прав ли я полагаю что тренировка личности знание себя и контроль за волью за своей силой воли но как за укрепление воли рассматривать высущейся 5 плотность как нечто важное ра на самом деле такие вещи важны с 3 по начало седьмой плотности единственный нюанс нуждающийся в исправлении использование слово контроль важно понять что контроль над мысленными мыслительными процессами или импульсами нежелателен и не способствует росту понимания контролирует следует только те мысли и импульсы которые могут привести к действиям несозвучным законам одного казалось бы контроль может рассматриваться как кратчайший путь к тренировкой миру и просветлению однако сам по себе он усиливает и вызывает необходимость дальнейшем опыте воплощения чтобы сбалансировать сам контроль или подавление уже совершу совершенного я ну может дальше поем так все связи с использованием воли мы ценим и рекомендуем использование второго глагола принятие и прощение себя направление воли таков путь к тренированной личности воля вот в чем ваша сила как в сотворцах однако не следует приписывать этой способности слишком большую важность тем кто пребывает на позитивно ориентированный нам пути волей следует пользоваться очень осторожно и направлять на служение другим поскольку личность становится сильнее в использовании воли кроется большая опасность ибо подсознательно ею можно пользоваться способами уменьшающими поляризацию личности вот ответ какой был вопрос правильно ли что в пятой плотности очень важно тренировка личности на знание или исследование себя и контроль над укреплением воли рад отвечать что на самом деле эти ведь вещи важны с третьей и до начала седьмой плотности то есть и в нашей 4 5 6 начало седьмой все это важно единственное год надо убрать слово контроль заменить его так и он говорит что контроль над мыслительными процессами нежелателен и он не способствует росту понимания давайте подумаем что это значит мыслительные процессы смотрите а что такое контроль контроль этот человек думает что он знает как должно быть у нее есть некий такой шаблон и когда мысль гуляет и когда она приходит каким-то выводом этот контроль гай так стоп ты что с ума сходишь ты ты чего не знаешь что там так и так и так я это в школе выучил и все я знаю поэтому так давай это не занимаясь ерундой давай вот дальше думай но думаю вот как я тебе говорю как я знаю точнее то есть контроль то есть мысли они могут быть и ошибочными но они могут выйти к истине если если они гуляют свободно без контроля оси контролирую что значит ты имея свой шаблон контролирующих согласно своему шаблону а он не факт что верный то есть скорее всего неверный не истинный соответственно ты сдерживаешь свое развитие если ты держишь свои мысли под контролем я так понимаю контролировать следует только те мысли импульса которые могут привести к действиям несозвучим законом одного ну да в этом случае да то есть есть закон одного или понимание что все едино если мысли направлен на то чтобы нарушить этот закон вот в этот момент так как знание закон одного для понимания это истина ну то что бог создал все я думаю мало кто будет спорить это истина но если ты человек начинает делать что-то противоречащее там например там негры самые лучшие в мире люди на или белый сам это и это примеру неважно то есть там германии превыше всего да украина превыше всего это нарушение закона одного это не будет раз раз разжевывать то есть когда мысли идут в разрез законом одного то вот эти такие мысли надо контролировать да такие импульсы надо держать в узде и если человек будет контролировать себя и в законе одного а в развитии то ему придется но он не поймет до многое не поймет в этой жизни и он придется еще раз воплощаться еще раз пока он не поймет то что он мог понять в этой жизни он придется потратить еще там пару жизней чтобы все-таки что-то понять то что он должен был за это время в этой жизни связи с использованием воли мы ценим и рекомендуем используя другого глагола принятие и прощение себя направление воли таков путь тренировать тренированные личности направление воли не контроль а направление ну тоже этот правильно направление ну допустим человек хочет узнать какой настоящий бог да и контроль это ты чего не знаешь что господь бог я все молчи там все это контроль а направление кто такой у нас бог бог нас ехали я хвали аллах или там какой будет ну иди иди давай узнай там покопайся книжка проведи медитацию это направление воли в направлении поиска кто такой бог но я так вот как пример вот это он приветствует так значит и воля это вот в чем наша сила как сотворца то есть воля это наша сильная сторона однако не следует приписывать этой способности слишком большую важность то есть волей надо пользоваться разумно осторожно и направлять ее на служение другим потому что личность становится сильнее и волю можно использовать так что перейти в минус в в эгоизм служение себе ну то есть у человека способность увеличивается воля его начинает исполняться вот о ничего себе ну там послужил людям то быть о хочу там мешок золота да условно говоря о и он уже переходит туда в минус поэтому надо быть осторожным с этим с волей вопрос я улавливаю возможность возможность связь между тем что вы сказали тем почему так много странников выбрали время урожая для воплощения на этой планете и прав ра верно что возможности вспомнить утерянное в результате забывания кроется обилие возможности для позитивной поляризации именно в этом мы усматриваем суть вашего вопроса пожалуйста спрашивайте еще если что-то не ясно ну был вопрос в том что он говорил про волю я улавлю возможность связь между тем что вы сказали про волю и использование и тем почему так много странников то есть странник это те кто воплотились в третьем измерении из там высших 4 5 6 может быть оттуда воплотились сюда по своей воле вот почему так много странников выбрали время урожая для воплощения на этой планете уборка урожая это и возможность послужить людям помочь им момент уборки урожая и этим служением и усилить свою поляризацию помочь другим людям для того чтобы они были готовы переходы в четвертое измерение к уборке урожая и рагуя да правильно да из из-за этого и во первых что время такое то есть в середине цикла или в начале ну большого смысла нет что люди только развивается перевоплощается пока только накапливают какие-то знания а вот под урожай очень важно вот эта помощь более мудрых или более развитых сущностей вот дальше вопрос мне бы хотелось включить вопрос почему странники выбрали для воплощения время уборки урожая ну только что правильно ра для воплощения вперед уборки урожая есть несколько причин их можно подразделить в теремных я и других я доминирующая причина предложение братьев и сестер печали воплощенном состоянии возможно не помощи другим я в просветление искажений планетарного сознания и предложение катализатора другим я что увеличило бы результат уборки урожая для выбора такого служения если другие причины связанные с я странник если он вспоминает и посвящает себя служению будет поляризоваться намного быстрее чем возможно бесцветных сферах катализатора более высокой плотности и последние причины кроется в цельности совокупность тела дух и цельности совокупности общественной памяти они часто считают что сущность или члены общественной совокупности могут воспользоваться катализатором третьей плотности для повторения изучения учения которое находит менее совершенным особенно это относится к тем кто входит и продолжает развиваться в шестой плотности где равновесие между состраданием и мудростью совершенно в принципе то что я уже сказал давать еще раз что он тут говорит вопрос почему страники выбрали для воплощения время уборка урожая ну есть несколько причин три как я вижу доминирующая в том что братья и сестры как бы странники мужчины и женщины выбрали воплощение уборки урожая то что в возможности оказания помощи другим я в просветление сознания ну в принципе я этим занимаюсь и другие люди людей будет раскрывать сознание вот в этом доминирующая причина воплощение странников другие есть и причин странник если он вспоминает кто он или да какие у нее там способности и посвящая себя служению будет поле поляризоваться много быстрее чем возможно в прозрачных сферах пятого там шестого измерения то есть тут уроки более насыщенные плотные чем там там дольше все происходит но это уже говорилось про это и последняя причина в том вот это я чуть не очень понял в цельности ум тела духа или цельности совокупности общественной памяти они часто считают что сущность или члены общественной совокупности могут пользоваться катализатором понял значит значит сущность прошла в шестую плотность ну прошла не такой совершенно не такой поляризованной как могла быть соответственно она принимает решение или суд сущность или совокупности общественной памяти виде такого можно сказать слабого или который мог бы стать более сильным она или его сама направляет или он сам принимает решение и нет возвращается сюда чтобы так сказать стать сильнее еще раз пройти этот вот этот катализатор эти уроки для того чтобы стать уже таким мастером ну понятно дальше вопрос возможно это не важно но мне любопытно и хотелось бы высказать утверждение появившиеся интуитивно я могу ошибаться вы упоминали об эффекте рывка этот термин сбил меня с толку я понимаю так в корабль следует вкладывать энергию до тех пор пока он не разгонится до скорости света и для этого конечно требуется все больше и больше энергии затем происходит расширение времени представляется что для для изменения движения на 90 градусов можно воспользоваться накопленной энергией это ощущалось бы как перемещение из пространства времени во время пространства которые расположены под углом 90 градусов друг другу тогда в конце такой энергетической вспышки энергия извлекалась бы из времени пространства и помещалась в пространство время я прав но накрутил я не очень понял давайте еще раз рывок эффект рывка в корабль складов кле вкладывать энергии до тех пор пока он не разгонится так скорости свет это понятно и требуется больше больше энергии до при этом как мы помним чем ближе к скорости света но есть такое мнение то масса приближается к бесконечности это ракета ли что-то должно быть очень тяжелой в итоге затем происходит расширение времени то есть чтобы пролететь уже выше скорость света по мнению дона где-то расширение времени и дальше вот не очка для изменения движения на 90 градусов то есть для поворота можно воспользоваться накопленной энергии это ощущалось бы как перемещение из как бы третьего измерения пространстве во время пространства как бы в тонкий план которые расположены под углом 90 градусов друг от друга ну это я даже не знаю да или нет тогда в конце такой вспышки энергия извлекалась бы из времени пространство то есть из тонкого плана и помещалась пространство время ланчат и тетра ран вы правы настолько насколько может быть полезен ваш язык благодаря вашей подготовке вам удается выражать концепцию лучше чем нам единственное исправление угол 90 градусов градусов о котором вы говорите это угол который лучше всего понимать как часть куба ну не сложно комментировать я я не понял ну давайте так вот как я понял а чтобы уже как в белое пятно не оставлять дон предполагает что вот разгоняется ракета доходит до уровень до уровня скорости света и в этот момент переходит ну происходит переход из этого материального как бы плана в тонкоматериальный и как бы ракета уже не так же не по траектории не продолжает движение по не по прямой а как то там уже перепрыгивая в то в тонкий мир он она еще и направлении меняет и тогда энергия из из тонкого плана перемещалась бы в пространство время то есть ну говорится ракете то есть тогда энергия тонкого плана подпитывала бы каким-то образом ракету для движения уже в в тонком плане так что ли но рак говорит ну вы правы насколько может быть полезен ваш язык вы правы настолько насколько вы можете сказать благодаря вашей подготовке тоже ответ не очень понятный угол говорит не рассматривать не 90 градусов а как угол в кубе как часть куба в общем это это я не понял вопрос спасибо сейчас небольшой вопрос волнующий меня и не имеющий большой важности с точки зрения индивидуума желающего следовать пути служения другим существует ли еще что-то важное кроме познания я тренировкой личности или укрепления воли ну то есть если кто хочет служить другим если еще что-то важное кроме познания себя лично тренировки лично укрепление воли ара живите сердцем антитехнологии позвольте следовать исследовать путь эволюции сути появится штука говорить позвольте исследовать суть эволюции давайте помнить следующее все мы одно это великое изучение учения в единство заложена любовь это великое изучение учения в единство заложен свет таково фундаментальное учение всех планов существования в материализации единство любовь свет и радость суть эволюции духа единство любовь свет и радость суть эволюции духа уроки второй степени важности учение обучение в медитации и служение в определенный момент совокупность ум тело дух так плавно активируется и уравновешивается основными мыслями или искажениями что техники которые мы упоминали становятся довольно значимыми однако вселенной ее непре непревзойденное таинство одно оно всегда начинается и кончается в творце а не в технике ну рад рад такой живите сердцем понимаете как происходит эволюция и еще раз самое главное мы все одно это закон одного в единстве заложена любовь в единство заложен свет и самое главное понимать самое важное что единство любовь свет и радость суть эволюции духа а второй по важности второстепенной или вспомогательной это медитация и служение медитация это как бы ну понятно что это такое служение это помощь другим людям это тоже элемент развития вот и еще раз мы все одно оно все одно начинается и кончается в творце а не в технологиях техниках там каких-то ну понятно в технологиях вопрос на предыдущем сеансе вы упомянули тех кто приносит свет из другой октавы следует понимать это так те кто обеспечивают свет для выпуска пребывает в октаве выше нашей не могли бы вы рассказать больше о тех кто приносит свет кто они и так далее это будет последний обширный вопрос этого сеанса плотность октавы о котором мы говорили это альфа и омега сначала духовная масса бесконечных вселенных становится одним центральным солнцем или творцом затем рождается новая вселенная новая бесконечность новый логос содержащий все что исследовал творец в сознании себя в новой октаве есть те кто странствует а границы октавы мы знаем очень мало за исключением того что эти сущности приходят на помощь нашей октаве при завершении ее логоса есть ли какой-нибудь короткий вопрос так вопрос был в чем сейчас был вопрос в том что вы упомянули те кто приносит свет из другой октавы кто они р отвечает плотность октавы которую мы говорили это альфа и омега хороший ответ альфа и омега начало и конец ну я не очень понимаю альфа и омега сначала духовная масса бесконечных духовная масса бесконечных вселенных становится одним центральным солнцем или творцом духовная масса бесконечных вселенных становится одним центральным солнцем и творцом ну что-то мне как-то странно это все читать бесконечная вселенная как было вначале сказано она развивается из творца да расширяется и так далее тут пишется масса таких вселенных становится одним центральным солнцем и творцом может быть а может быть вот так ну какой еще может быть да первоначально появился творец который начал расширяться расширяться преобразовав то есть образовывать эти вселенные бесконечные и в итоге ну так так как все едино творец в сумме вот этих бесконечных вселенных становится одним творцом ну это вроде понятно и затем рождается новая вселенная ну вот из этой массы рождается новая вселенная и новая бесконечность новый логос содержащий все что исследовал творец познания себя ну то есть процесс создания то есть расширение вселенных получается то есть возникла такая родительская огромная вселенная с духовной массой а ну вот то есть вселенная но она когда в начале она без духовной массы духовной массы она должна нараститься ну в процессе эволюции вот когда эта духовная масса объединяется уже именно духом да не не планетами которые разбросаны а духом вот тогда они вот эта масса понимает что можно или нужно создать новые вселенные и вот в этот момент они создают вот это вот этот творец создает нового логоса нового творца и этот логос содержит все что уже познал творец вот в этой как бы в родительской вселенной то есть он ему закладывает то что он уже узнал и отпускает говорит давай как бы исследуй дальше а я вот тут тоже этим займусь в новой октаве есть те кто странствует ну то есть вот в новой октаве видим это новой вселенной что ли да а границы октавы мы знаем очень мало за исключением того что эти сущности приходят нашей октаве при завершении ее логоса в новой октаве есть те кто странствует ну хорошо а границы какой октавы а границы старой октавы мы знаем очень мало за исключением того что эти сущности они которые странствуют ага значит в новой октаве есть те кто странствует а секундочку значит я думаю так что вот такой процесс не отдельная создается логос не отдельно а новая октава то есть она более высокочастотной получается туда передается все ну как вот из 3 в 4 мы переходим вот из этой как бы родительской вселенной творца создается новый логос который содержит все что накопил старый логос и ему дается возможность развиваться дальше вот так я понимаю и в новой октаве есть те кто странствует они о нем же говорит в новой о границах этой новой октавы мы знаем очень мало понятно только только начинает развиваться за исключением того что эти сущности новые октавы приходят на помощь нашей октаве то спускается вниз при завершении ее логоса опять непонятно при завершении он только создана и завершение завершение ее логос вот непонятно при завершении ее логоса приходит ну придут наверное если эта штука создали или она завершается и приходят они опять вниз что ли ну вот не знаю еще раз прочитать так плотность октавы о которой мы говорили это альфа омега начало и конец ну верх и низ например да так духовная масса становится центральным солнцем затем новая вселенная новая бесконечность новый логос это понятно в новой октаве есть кто странствует ну да странствует а границы октавы мы знаем очень мало да за исключением того что эти сущности приходят на помощь на шахтаве при завершении при завершении ее логоса а зачем ее завершать то тут может быть не точно с перевода может под логосом или что то такое ну вот я я не понял извините здесь ну остальное все тут уже стандартный вопрос спасибо за внимание если у вас будут мысли о чем тут говорилось ну напишите было бы любопытно узнать а может быть давайте я сейчас спрошу ура тут как раз тот вариант когда надо спросить что тут имелось ввиду так рад и здесь здесь что ты имел ввиду когда говорил вот эту последнюю фразу этот новый новая вселенная это вышестоящая вселенная по отношению к родительской нет она равнозначно родительской по уровню вибрации по как бы по плотности нет она ниже стоящая по отношению к родительской да 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 а понятно вот вот сейчас становится понятно значит нет я думаю что родительская вселенная создает более высокое то есть кверху создает а она создает вниз ну как бы ребенок да ребенок рождается вниз как бы да по отношению к матери вот и ребенку дается то что родительская вселенная накопила и когда он этот логос это вселенная выходит уже родительский вот и в этот момент логос завершается то есть он выходит так а момент завершения логоса это вселенная становится частью родительского логоса да 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 это ну тогда все вот хорошо что я вспомнил про помощь зала зала друга помощь друга значит так родительская вселенная или творец создает себе младшего ну как бы ребенка дает ему свои знания которые он накопил сам оставаясь творцом и продолжая свои процессы как только ребенок взрослеет до уровня взрослого он соединяется и становится одной из вот духовно духовная масса вселенной да он становится дополнительной вселенной творца а сущности которые там перемещались они приходят на помощь нашей октаве когда то есть они вливаются в в коллектив сущность которые в этой октаве в этом творце находится ну тогда все ясно все разобрались спасибо за внимание спасибо спасибо